Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворился Христом. «Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в рядущих веках перезабильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, если я не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творения, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Апостол Павел в послании к Ефесиным говорит о том, как велика Божия любовь к нам, не только христианам, жившим в Ефесе в I веке, но и к нам, живущим в XXI столетии. Почему? Потому что не они одни были мертвыми по преступлениям, но и мы к таким вполне можем отнести себя. Ведь все грешники, преступники закона Божьего и потому душой мертвы. Но именно таких-то Бог возлюбил своей великой любовью. Но в чем она выразилась, эта любовь, о которой мы слышим, которой верим, но которая как-то мало нас меняет к лучшему? Выразилась она в том, что Он нас оживотворил со Христом, дал Свою благодать, которая нас спасает через веру. Казалось бы, все ясно. Апостол подчеркивает, что это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Почему опять речь о том, что дела вполне законные, которыми, казалось бы, и похвалиться не грех, ничего не значит? Потому, подчеркивает апостол Павел, чтобы не было желания похвалиться, то есть все и благодать приписать своему усердию. Что же тогда выходит, что можно бездельничать, если дела не важны? Нет, конечно. Апостол четко опровергает такие предположения, говоря, «Мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». Этим вопрос и исчерпан. На это современники апостола Павла обращали даже больше внимания, чем на то, что нашим современникам кажется удивительным. Мы привыкли к такому определению «Бог есть любовь», но верили мы совершенно искренне и глубоко в то, что это так для каждого из нас. И ни одно то мешает нам поверить, что за умножение беззаконий иссякла любовь многих, но и то, что наша душа часто не может открыться даже Божьей любви. Одних сдерживает страх, других — самолюбие, третьих — ошибки в жизни. Как бы то ни было, в корне всех препятствий — недоверие любви Божьей. Из-за этого мы боимся налететь в своем опыте любви на бесчувствие, холодность и безразличие, или просто отходим от всех возможных проявлений любви к человеку, не веря искренности. Как бы то ни было, наше недоверие любви Божьей выявляет в нас многие недостойные христианам мысли и чувства. Но это же по отношению к людям, а не к Богу. Отношение к людям неотделимо от отношения к Богу. Тот, кто хочет на опыте знать любовь Божию к себе, должен учиться любить людей. Особенно это важно в семье, потому что тот, кто вырос в атмосфере любви, способен ощутить, понять и испытать любовь Бога и людей, чем лишенные ее с детства. Дай Бог каждому и любимым быть, и самому любить Бога и людей. Незменно веря великой любви Бога каждому. Подписывайтесь на канал Украинської Православної Церкви в YouTube Та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.